здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои дорогие зрители дорогие мои подписчики мы вернулись домой с дачи праздники закончились или праздники еще впереди я думаю что праздники еще впереди старый новый год святое дело отметить правда же великолепно провели время на даче просто чудесно единственное что не хватало конечно же снега и единственное что не хватило нам сил и терпения приготовить хлеб ну вот эту эпопею вы уже знаете я уже выпустила два видео как мы с сашей пекли хлеб и у нас не получилось и хочу вам еще раз сказать мои хорошие огромнейшее вам спасибо ну вот всегда говорю вот от всей души вы вот настолько вы солнечные мои дорогие подписчики что каждый человечек мне старался написать любаша нужно взять столько-то грамм муки столько-то грамм соли нужно вот в такой вот сделать последовательности ну в общем чудесные вообще комментарии от души вот от всей души я вам говорю благодарю и мы конечно же приедем но может быть в конце января может быть в начале февраля на дачу и будем продолжать испытывать свою хлебопечку именно на даче москву я не хочу брать вот пускай она будет как сказать вот тем уютом который привносит хлеб в дачный период зимний период ну а сейчас я хочу пробежаться по тем комментариям которые мне написали в последнем видео для изготовления хлеба я правда я очень тронута вашими отзывами а знаете что я поняла я поняла одно когда я просто снимаю свое видео ну свой день у меня бывает так что так мало комментариев там может быть ну семь восемь ну десять и все пишут любаша как все здорово как хорошо и стоило что-то у меня не получится и знаете прям такая движуха у меня вот мне это так понравилось и вот что я подумала надо почаще показывать что у меня не получается тогда у меня будет с вами обратная связь я наверное как знаете как вот та самая балаболка ля 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 которые я еще не успела даже смонтировать. Поэтому, мои хорошие, мои дорогие, я смонтирую видео и буду выставлять свои новогодние видео. Я думаю, вам будет приятно посмотреть те дни, как я провела, как было весело, чудесно. А проводила я и в больших каких-то закрытых ресторанах для предпринимателей. В маленьких уютных кафе, в маленьких уютных своих офисах. И это на самом деле здорово. Я очень хочу с вами поделиться. И буду рада вам, вашим лайкам, конечно. И я вам хочу сказать, к дизлайкам я очень трепетно отношусь. Потому что если человек посмотрел меня, и ему что-то не понравилось, это тоже здорово. Это тоже имеет место быть. Единственное, что я прошу, когда вы ставите дизлайки, ну напишите, что вам не понравилось. Я понимаю, что я не могу всем нравиться. Ну напишите мне, так, мне не нравятся твои танцы, мне не нравятся твои телодвижения, мне не нравятся там... Недавно мне написали, что мне не нравится маникюр, что мне не нравятся твои сиськи. Это было, по-моему, позапрошлым видео, это вообще хохма. Я говорю, ну мало ли что не нравится. Ну есть оно и есть, конечно. Ну, в общем, я сегодня в таком добром расположении духа, я сегодня в таком добром настроении. И желаю вам, мои дорогие, такого же бодрого настроения. По пустякам. Ну просто. Не из-за чего. Оно должно быть у вас. Ну а сейчас давайте быстренько перейдем к самым таким трепетным комментариям, которые меня вот реально просто затронули. В общем, мнения разделились. Наталья Каленкова пишет, что сначала кладет муку, дрожжи, сахар, соль и только потом воду. А Ольга К. не поленилась. Нашла отзыв о моей хлебопечке и мне дала даже сюда ссылку на мою хлебопечку. И что же она пишет, что абсолютно неверная рецептура в прилагаемой книге рецептов. А вот посмотрите, Ксения Боровик печет хлеб, всегда берет все на глаз. И хлеб получается воздушный. Оля Ник пишет о том, что когда раньше у нее сестра пекла хлеб, проблема-то была все-таки в хлебопечке. Великолепные пожелания от Светланы Рыбаковой собраться нам втроем. Вера, Надежда и Любовь. Мои дочки Вера, Надюша и я Любовь. И тогда получится хлебушек. Анастасия, спасибо, что вы посоветовали, но уже поздно. Я пробовала бородинский хлеб, не получается и больше пробовать не буду. Светлана Зверева. Светланочка, я поняла, что молоко и яйцо в хлеб не кладут. Спасибо. Дальше. Дачники с собачкой. Ритуля, если твоя подруга мечтает о хлебопечке, пускай читает отзывы. Елена Быкова. Очень хотела ты купить хлебопечку, чтобы закинуть туда все, и чтобы она все приготовила. Но вижу, что раздумала. Мария Измайлова. Машенька, увлекательный путь. Реально продолжается. Очень интересный совет. Не дурите себе голову, заберите деньги и купите другую. И вот еще мои подписчицы Ланлиба. 5 лет уже стоит хлебопечка. И ей еще не пользовались. Очень интересный комментарий от Милочки. Вот она как раз советует, что подсолнечное масло нужно лить на край. И сначала наливать воду, а потом муку. А вот Людмила Борисенко уже 3 года печет хлеб. Но в духовке. У нас все-таки вопрос стоит, как испечь хлеб в хлебопечке. А вот еще один комментарий от Татьяны, который мне поднял настроение на весь день. Любаша, ой, не могу, как смешно. Волшебные лунки, масло по стенке, соль по крупинкам посчитать. Мы все так хотим, чтобы хлебушек получился. А у Любаши уже глаз дергается, желание убивать. Люба, не сдавайся. Весы купили. Молодцы. Яйца не клади. Температура жидкости должна быть 27 градусов. В общем, Танюша, спасибо тебе большое. В общем, дорогие мои, не обижайтесь, если кого-то я не упомянула. Не обижайтесь, что я чей-то комментарий не вставила. Обнимаю вас. Обожаю вас. Люблю вас. Ставьте лайки. Дизлайкам я всегда тоже рада. А в Москву наконец-то пришла зима. Или временная зима. Январь, вернее, декабрь и январь действительно удивили нас своим непостоянством, своей погодой. Я бы не рискнула выйти на лёд. Только Чарлик может, наверное, выйти на лёд. И не бояться. Вес всего 10 килограмм. Ух, какие хорошенькие. Ой, какие хорошенькие. Ну, не связываешься с такими хорошенькими, большими? Заехали к свекрови. Она такой игрок у нас. Она постоянно играет в русское лото. Ну, понятно, что Саша ей покупает. И она сидит по субботам, зачеркивает эти бочоночки, эти циферки. И очень хочет выиграть машину, квартиру. Но пока выигрывает по 100 рублей. 100, 200, 300, 400, 500 рублей она постоянно выигрывает. И, в общем-то, этим счастлива. Русское лото. Сейчас, мам, ты же сказала, что ты машину выиграешь. Или квартиру. По 100 рублей хотя бы выигрываешь, да? Выиграла. Ну, молодец. Что там, миллиард? Так. Мам, что ты будешь делать с миллиардом? Все вам отдам. Спасибо. Я знала, что ты и жадная. 100 рублей. 100 рублей? 100 рублей. Мам, выиграла 100 рублей. Молодец. 101, наверное. Написано 100. Мам, 200 рублей выиграла? 400. 400 выиграла? Саша, правильно? Да. 400 рублей выиграла? Да. Там еще два билета же выигрышных у нее. Супер. Играем дальше. Вот вы меня спрашиваете, мои дорогие подписчики, правда ли, что бабушка наша живет одна? А ведь ей в этом году уже будет 90 лет. Да, она живет одна. Но мы всей семьей очень часто ее навещаем. Ну, как часто? Бывает, что раза 4 в неделю. А наш дом, если прям по прямой, вот отсюда посмотреть, вот так вот, наш дом прям видим. Поэтому живем мы практически в 7 минутах друг от друга. Посмотрите, какая красота. Надюшка приготовила нам на ужин вот такие шашлычки. Не буду бы давать секрет, как готовила. Я и сама не знаю. Главное, что вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!